Настоящий город мастеров раскинулся на берегу Уводи у цирка. Ярмарочные ряды здесь тянутся, кажется, на километры. Представлены все возможные народные промыслы. Понравилась вещь – покупай. Не хочешь – научись сам делать подобное. Среди 230 ярмарочных киосков – 12 мастер-классов. Среди кукольников очень много. Есть и учителя, есть несколько художников. Но в основном обычные люди, кто неравнодушен к кукле и всех возрастов. Ну, я бы не сказала, что сложно. Просто кому-то это надо. Если кто-то очень хочет делать, то он обязательно научится. Реклама – двигатель торговли. Здесь это знают все. Привлечь внимание покупателя продавцы пытаются яркими вывесками и громкими слоганами. Ёжики не полятся, не кусаются, все улыбаются. Не смогли обойти стороной такое скопление народа и ивановские коммунисты. В самом центре торговли развернули красные флаги. Сотрудникам правопорядка мастер-класс по коммунизму не понравился. Партийцев попытались тактично выпроводить из сквера. Правоохранительные органы попросили нас сначала, чтобы мы ушли. Но так как мы вторая политическая партия в стране, мы имеем право проводить свои мероприятия. И в день города мы такие же жители города, нашего родного. И мы будем с нашими жителями. Испортить себе праздник партийцы не позволили. Ведь ради того, чтобы занять это тепленькое местечко, пришлось застолбить его еще вчера. Заняли мы это место вчера еще в 9 часов вечера. Так как мы приехали, здесь уже был проставлен каркас и палаток представителей торговли. А с правоохранительными органами это место мы не должны согласовывать, так как это является согласно закону Ивановской области гайд-парком. Знаете, что такое, да? То есть мы здесь можем свободно проводить митинги, пикеты, бездомления, как администрации, так и правоохранительных органов. Неподалеку расположились волонтеры приюта «Майский день» со своими четвероногими подопечными. Их цель сегодня – привлечь внимание горожан к проблеме бездомных животных и постараться пристроить питомцев в любящие семьи. Мы всегда смотрим, во-первых, внешне на человека. То есть если элементарно человек не проходит фейс-контроль, мы без объяснения причин имеем право этому человеку не отдать животное. Никакое. Естественно, мы не отдаем людям в нетрезвом состоянии. Это сразу, независимо от того, каков у него денежный достаток. А в дальнейшем мы всех своих животных стараемся проверять. Мы звоним, спрашиваем, интересуемся, как животные наши живут, чем мы можем помочь, если нужна какая-то наша помощь. Ну, это в основном советы по содержанию, какие-то, может быть, по дрессировке моменты. Это милое лохматое создание зовут Сонечка. Ей всего два года. Сонечка, характер у нее добрый, очень терпеливая, понимающая собачка, ищет хозяина. Сонечку сбила машина в городе Шуе. Сейчас находится она в нашем приюте «Майский день». В приюте Соня одиноко. Здесь среди людей собаке нравится. Это заметно. Несмотря на то, что в «Майском дне» животных заботятся, им необходимо внимание и других людей. Волонтеры надеются, благодаря этой акции «Теплый дом и любящая семья» у многих из этих малышей скоро появятся. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.